Абсолютно любое движение в любом суставе в нашем теле контролируется двумя мышцами-антагонистами, каждый из которых тянет кость в свою сторону. Именно поэтому у нас и есть замечательная возможность фиксировать любое движение в заданной точке. Потому что если бы мы взяли просто руку, и у нас был бы только бицепс, который сгибает руку, но не было бы трицепса, нам было бы очень сложно регулировать угол, под которым мы хотим согнуть руку, а что главное, оставить руку под этим углом. То есть, когда я держу руку вот так, у меня одновременно в напряжении находится бицепс, и в некотором напряжении находится трицепс для того, чтобы сбалансировать эту нагрузку. Таким образом, когда ты делаешь отжимания от пола, ты не только качаешь грудные и трицепсы, которые разгибают твою руку, но ты также качаешь и бицепсы, и спину. Когда ты опускаешь себя вниз, ты делаешь ровно то же самое, что ты делаешь при потягивании. Можешь посмотреть на эти два движения, они очень похожи с точки зрения биомеханики. Если сейчас ты не можешь выполнить ни одного подтягивания, это просто означает, что у тебя слабые мышцы спины и рук, в частности мышцы сгибателя. Когда ты подтягиваешься, то из положения виса, во-первых, ты ему телу нужно привести в плечо к нейтральной линии, а во-вторых, согнуть руку, чтобы у тебя подбородок оказался над турником. И ты не поверишь, но все те же самые мышцы работают и в отжиманиях от пола, когда ты их выполняешь. Я серьезно. Если ты хочешь научиться подтягиваться, тебе нужно добавить сотку отжиманий от пола в твои ежедневные тренировки. То есть каждый день нужно делать по 100 отжиманий. Конечно, в одном случае работа происходит в вертикальной плоскости, в другом случае в горизонтальной. Но если ты новичок и ты только учишься подтягиваться, для тебя между этими двумя упражнениями не будет принципиальной разницы. Самое главное – это делать по 100 отжиманий в день в течение одного месяца, параллельно выполняя все свои обычные тренировки и пытаясь выполнить подтягивания. И ты увидишь, что уже через месяц таких занятий твои результаты значительно улучшатся. Ты либо сможешь сделать свое первое подтягивание, либо, если сейчас ты худо-бедно делаешь одно-три повторения, сможешь сделать их более качественно или даже вырастить их до пяти повторений. Важное условие – все 100 отжиманий ты должен сделать максимально качественно. Не быстро, лишь бы сделать 100, а качественно. Это значит, что, конечно, ты не можешь сделать 100 за подход или за два подхода по 50. Ты можешь разбить их на несколько, ты можешь разбить их на подходы по 25 повторений, или по 10, или даже по 5-8 повторений и делать несколько раз в течение дня. Так что попробуй этот способ и напиши, помог ли он тебе.